Привет! Сегодня разбор шага под номером два, чтобы достичь цели своего существования. В моем случае, например, сделать миллиардную кампанию. Нужно постепенно двигаться вперед. Каждое сегодня делать что-то для завтра. И сегодняшний второй шаг будет книга. Кафе на краю земли. Спасибо за то, что ты, несмотря на занятость, пришел сюда. И слушаешь этот подкаст, для меня это очень ценно. А вот и эпилог. Как я заблудился на дороге, так заблудился и в жизни. Я не понимал, куда двигаюсь. И почему двигаюсь именно в этом направлении. Я приготовил для тебя три вывода. И вот они, первые выводы. Трудность, сказал он, в том, чтобы осознать, что нечто удовлетворяет нас потому, что мы лично определяем его как нечто удовлетворительное. А не потому, что кто-то нам об этом сказал. Ты знаешь, за последние два года ценность работы врача сильно преувеличена. Она просто ценная для всех. Быть врачом почетно. Здорово. Они же борются с ковидом. А что ощущает врач? Как ты думаешь, что ощущаю я? Я ничего не ощущаю, честно говоря. Для меня больше и ценнее этот труд не стал. Независимо от того, что говорит общество. Ты знаешь, скажу по-честному, для меня это стало даже менее значимо. Почему? Потому что внутренняя мотивация всегда была у меня сильнее, чем внешняя. Второй вывод. Нельзя бояться, что у тебя не будет возможности делать что-то, если ты уже сделал это или делаешь это каждый день, сказал я сам себе. Про что этот вывод? Про то, что нужно заниматься в жизни тем, чем ты хотел заниматься. Отбросить все эти фантазии? Про деньги, наверное. Не знаю. Про то, что должен. Родителям, семье, обществу? Нет. А заниматься тем, что ты нравишься, что тебе нравится, что ты хочешь? С другой стороны, другой вопрос. Другой вопрос, конечно, в том, как прийти и как осознать, что тебе нравится и чем нравится заниматься. Этот вопрос гораздо более фундаментальный. Для себя я решил, надо пробовать делать, потратить на какое-то занятие 10 тысяч часов, а потом понять, это круто или нет. Для меня круто лечить людей. И сейчас для меня круто заниматься бизнесом и поднимать свой стартап, делать медицинское изделие для остановки кровотечения. Но ты же понимаешь, что недостаточно быть просто знакомым с этой концепцией. Еще раз, смысл в том, чтобы действительно заниматься тем, чем хочешь заниматься. Да, это немного красивые слова. Ну а что же. Наверное, поэтому я и стал читать эту книгу. Третий вывод. Точно та же концепция. Только теперь предположим, что вы даете людям знать о чем-то таком, что пытаетесь делать и что поможет реализовать вашу цель существования. Если вы поделитесь этой мыслью с 10 людьми, а каждый из них поделится и с еще 10 и так далее, то очень скоро получится целая толпа людей, которые потенциально будут готовы вам помогать. Да, ты знаешь, в моей жизни было так, да. И сейчас со стартапом, как только я говорю, на какой-то конференции поднимаюсь и рассказываю про то, как делать концепцию продаж в производстве и реализации медицинского изделия. Ты даже себе не представляешь, как много людей поднимаются и говорят, слушай, а вот можно вот так? Ты знаешь, я готов тебе помочь. Хочешь, я сделаю для тебя чат-бота? Мы сделаем это вместе. Мы просто так без денег даже сделаем. И я понимаю, что это в будущем большой шаг для них, когда мы станем большой компанией. Все спросят, откуда этот чат-бот? И, конечно же, это пиар-ход. Но, с другой стороны, ты даже себе не представляешь, как много людей хотят сделать что-то полезное, социально полезное из своего бизнеса, из своей жизни. Сделать полезное для других людей. И когда ты взвешиваешь два варианта жить жизнью, которая реализует твою цель существования, или просто жить, не думай, что решение дастся просто. Так почему ты здесь? Зачем дожидаться возможности делать, что хочешь, если можно заниматься этим прямо сейчас? Поделись, пожалуйста, в комментариях после этого выпуска. Спасибо тебе за время, которое ты был со мной. Я тебя поздравляю. Это отличная работа. Ты сумел познать тонкости этой книги всего за 6 минут. Пожалуйста, поставь оценку и расскажи друзьям. Это будет значить очень многое и поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. Пока.